Всем привет, с вами B16. Сегодня у нас как обычно девблог, в этот раз под номером 64. Послушаем Гарри. В игру добавили два новых сборщика воды, побольше и поменьше. Из сборщика можно пить воду, а можно набирать пустую бутылку. По сути пользы от них нет, потому что нет погоды. Разумеется погоду добавят в ближайшем обновлении. Изменили интерфейс выбранного предмета. Теперь свечка шляпу и кепку с фонарем можно заряжать топливом. Достаточно перетащить его на соответствующую иконку. Плюс доработали окно разделения предметов. Теперь новичкам будет намного проще. На следующей неделе будет заниматься сельским хозяйством. Занимательно и интересно. Ждем. Маорину завершил работу над карьером, но он уходит в отпуск, а карьер еще не проверен. Поэтому разработчики решили так. Будут ошибки, отложат внедрение до выхода Маорину из отпуска. Соответственно, если все будет хорошо, внедрение не заставит себя долго ждать. Сам Маорину обещает после отпуска заняться вторым добытчиком ресурсов. Андре хорошо поработал над улучшением производительности построек на карте. Все мы с вами знаем, что лагал он сервера с большим количеством домиков адово. Так что играть там не хотелось. Андре нашел простое решение. Объединил рядом находящиеся постройки в одну сетку. Результат заслуживает уважения. На компьютере Андре щитчик FPS поднял с 85 до 115 кадров. Надеюсь, нет предела совершенству. Диего занимался водой, водой и водой и еще раз водой. А там и водная линия подтянулась. По сути, он закончил с водой. Динамических отражений, правда, нет, но это лишь вопрос времени. Все будет и очень скоро. Работает вода теперь в 8 раз быстрее и меньше запекает процессор. В будущем доработают береговую линию. То место, где находится граница сухого и мокрого песка. А еще воду теперь можно повернуть. Это очень нужно для рек. На следующей неделе Диего займется улучшением качества и прочими водяными оптимизациями. Гузман закончил с анимацией игрока в огне от третьего лица. Приступил к анимации замерзания. Выглядит качественно и весьма добротно. Гузман вообще молодец, старается, делает анимации очень качественно. Ждем новых свершений. Том доделал новый пистолет, но добавить в игру забыл или так надо? В игре его вы не найдете, а так хочется. Остается только ждать. Больше всего, конечно, хочется улучшений для оружия. Правда, о них пока ни слова. Еще хочется арбалет, про который все забыли. Ксавьер начал работать над новым видом брони. Судя по концептам, это броня из хлама, собранного в окрестных пустошах. Дорожные знаки не забыли. На следующей неделе займется другими видами брони. Хоуи работает с двигателями и принялся за идею о средствах защиты базы. Такие, как автоматические турели. Двигатели будут на разных видах топлива. Одни на газе, другие на дереве и угле. Винс завершил разработку нефтяной качалки, доделал первую итерацию анимации, принялся за мельницу, которую обещает доделать на следующей неделе. Меган закончила первую партию идей в виде концептов, в которые входят кастеты и защита рук. Скоро на руки можно будет надеть не только кожаные перчатки. Еще можно будет дать по морде в прямом смысле этого слова. Как обычно, Меган сделала иконки, в этот раз много. Есть как новые, так и обновленные. Из новых это два водосборника, иконка карьера, топливо среднего качества в виде более крутой канистры. Обновила иконку топлива низкого качества. Как я понял, теперь это банка с какой-то субстанцией. На следующей неделе будет работать с концептами. Пол начал работать над простенькой броней из дерева, которая выдержит несколько ударов и рассыпется. Еще он занят системой индивидуализации брони и одежды. То, чего я жду больше всего остального. Так будет проще действовать в команде. Алекс Рейберг добавил очень много различных звуковых эффектов окружения. Продолжает работу над звуками для большей атмосферности. Остальные исправления. Добавлена новая вода. Улучшили время загрузки. Улучшили выстрелы. Стрелы и копья проще подобрать, теперь они не блокируют выстрелы и удары ближнего боя. Уменьшили лаги, связанные с огнем. Альтернативные типы боеприпасов теперь действительно лучше. У дробовика все по-прежнему. А низотропная фильтрация по умолчанию отключена. Команда FPS Limit теперь правильно сохраняется. Клиент обрабатывает полный сервер надлежащим образом. Продолжается работа по внедрению горного дела. В игру добавлены файлы шлема из волчьей головы. В игру добавлены файлы портативного электрогенератора. Добавлено много новых атмосферных звуков. В игру добавлены файлы нефтяной вышки плюс анимации. Исправили баги с призрачной моделью при расположении чего-либо. Добавлены два новых типа ресурса. Пресная и соленая вода. Функционала пока никакого. Добавлен звук пуль пролетающих рядом с персонажем. Выглядит очень классно. Нефтяной вышке и горнодобывающему механизму добавили эффекты разрушения. Водосборником добавили луп-панель и интерфейс. Добавлены новые звуки для дверей, бинтов и самолета с грузом. Доработали меню инвентаря. Доработали еще множество различных звуков окружения. Разработчики проделали огромную работу. Добавили интересных вещей. Большое им спасибо. Спасибо за просмотр. Надеюсь вам понравилось. Не забывайте смотреть прошлые выпуски и вступать в группу в стиме. С ее помощью можно прямо во время игры узнать о выходе новых видео. Теперь у меня есть группа вконтакте, в которой публикуются как новые видео, так и новости. Ссылки в описании под видео. С вами был B16. Спасибо, удачи.